Друзья, всем привет! На связи Национальная Ассоциация Аукционных Брокеров. Сегодня у нас будет мега крутое интервью. Я лично ждал это интервью очень долго. Сегодня будет интервью в виде подкаста. И у нас сегодня Евгений Лесков из города Омска. Он рекордсмен у нас по комиссиям. Два раза по 2 миллиона рублей. У этого парня стоит поучиться. Итак, друзья, поехали. Евгений, привет! Слушай, мы очень рады, что ты доехал до Питера. Мы ждали. Ты, кстати, не приехал на конференцию партнеров. Я это запомнил. Крайне мы очень ждали. Я планировал на Тулу на ближайший, который здесь будет. Друзья, это Евгений Лесков. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Расскажи, пожалуйста, с чего у тебя все начиналось в ФНАП? Я, насколько помню, ты в начале июня 2017 года к нам пришел. Давай вот мы сейчас 2 года назад вернемся и попытаемся вспомнить вот эти вот все моменты. Расскажи с самого начала, как ты принимал решения, какие были сомнения и так далее. Я никогда не забуду этот момент, 100%. У меня как раз, я как сейчас помню, это было 5 июня 2017 года. 5 июня 2017, супер. 5 июня 2017 года. На самом деле мне залетело предложение за неделю раньше. Оно прилетело у меня в ВКонтакте. И я как-то там, ну, в общем, Вселенная сказала, не сегодня ты должен этот вебинар посмотреть. Поспи лучше сегодня. Да, да, да. И 5 июня у меня с супругой состоялся серьезный разговор в плане нашего дальнейшего развития роста. У супруги свой бизнес. И мы пытались вместе с ней работать, но я понял, что мы не уработаемся, потому что она у меня такая, тоже лидер. И мне нужно было принимать решение, что делать с моей жизнью, потому что моя сеть ломбардов, которая была... А ты занимался до этого ломбардами, правильно? Ну, это последний бизнес. Один из последних бизнесов. Я про шашлычную помню. Да, у меня еще шашлычная была. Свадьбы, корпоративы. Заказные сальто от Гамманова и так далее. Слушай, ну, да, мы общаемся в форуме подкаста. Давай, чтобы не терять высоль, скажи, пожалуйста, почему с ломбардами не пошло? Или какая-то другая причина? Вот давай мы сакцентируем внимание на ломбардах, потому что наша деятельность, в принципе, она где-то смежно похожа. Ну, начнем с того, что я всегда искал, всю жизнь искал возможности, где бы можно было купить интересные вещи, да, но гораздо ниже рынка. И я слышал много лет назад, у меня живет друг в Германии, который говорил, что у них есть аукционы, где торгуются имущества государственные. И мы даже как-то пытались туда заходить и пытались искать эти моменты, но у нас ничего не получилось, потому что нужно знать, ну, грубо говоря, ключ, алгоритм, как это делать. А что касаемо ломбардной деятельности, ну, как в сегодняшний день, тенденция рынка очень быстро меняется, все. И чтобы быть на плаву в ломбардном бизнесе, да, тут, там требуется однозначно вливание, потому что конкуренция, она неимоверная. Раньше я зарабатывал с 500 тысяч, я зарабатывал сотку легко, а то и 200, и 250. Чтобы сейчас зарабатывать 250, нужно минимум миллион вложить. И если отслеживать развитие, тенденции развития рынка, да, то, соответственно, нужно бежать очень быстро. А если ты один, ну, я один и без поддержки, а оно, как правило, так и было, да, то, соответственно, искать нужные возможности, это заводит в долги при неграмотном распределении денежных средств и так далее. И это первая составляющая. Но самое главное для меня лично было, это внутренняя составляющая. То есть это грязный бизнес. То есть у меня были ситуации, когда приносили золото в ломбард, сдавали, а мы потом через два месяца узнавали, что там изнасиловали девушку, с нее сняли золото, нам принесли, сдали. И мы-то не знаем, что оно там действительно уголовное дело, грабеж и так далее. А не приносили там айфоны с отпечатками сразу с пальцем? Заберите, да? Да, да, да. Нет, был один случай, не совсем приятный. Так сложилось, что я сам сидел в этот день на приемке. Один таксист, ну, я там совсем был завязан, да, он приводит только одного, просто из кармана достает, высыпает гору золота. Возьми, дорогой. Понятно, что я взял, понятно, я понял, предполагал, что это, откуда это золото, а оно все было мусульманское. Вот. И я без зазрения совести, то есть рассчитался, там люди все попилили все, вот, выставил на продажу, что-то продалось. Ну, какая-то чуйка мне подсказала, надо избавиться. Были изделия с бриллиантами и так далее. Я продаю все это золото, и через два с половиной месяца ко мне приходят опера, говорят, так и так, вот такой-то, такой-то фотографию показывают. Обворовал родственников, вынес всю семейную реликвию, грубо говоря, все семейное золото. А там все ценности, а уже не найдешь концов, потому что оно действительно ушло. И для меня это негативно, и для меня это неприятно. Ну, в общем, правильно ли я понимаю, что бизнес перестал приносить вот этот кайф, вот эту вот всю предпринимательскую романтику, да? Самая первая предпринимательская романтика, которая у меня продержалась 13 лет, был бизнес мой первый в городе Омске. Я продавал аудио и видеокассеты. Первую торговую точку я открыл 7 декабря 1999 года. Так, мы уже знаем о тебе то, что ты ломбардист. Ломбардист, да. Ну, ломбардист, если точки зрения на ломбарде, на ломбардзине, да. Да, да, продавец кассет, шашлычник. Да, свадьба корпоратива, сейчас открытили. Да, да, был момент. Так, хорошо, давай вернемся в момент именно 5 июня, да, 17-го года. Вы сидите с женой, представь, что я твоя супруга, что ты ей говоришь? Нет, 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 это твоя, скажу, не в прямом случае. Я так не могу. В эфир этого говорить нельзя. Вот, ну, на самом деле, разговор был серьезный, потому что нужно было менять. У меня маленький ребенок, денег не хватает, катастрофически, да, перспектив, рост. Это нужно было менять все с нуля, менять с нуля это снова вложения. Деньги и так на грани. Женя, извините, а ты из ломбардного бизнеса с минусом или с плюсом с каким-то вышел? Я из ломбардного бизнеса вышел с минусом. Жесткий минус был? 2 миллиона минус. Рублей? Да. Ну, это я учитываю на все, но тем не менее, минус. То есть я в свое время на развитие этого бизнеса взял кредит. Вот. Вот, полтора миллиона. Понятно, что я их не видел, то есть я взял, сразу вложил. Не так, что я купил себе ламбарджини, да, утрирую. Все деньги были вложены. Да, они переносили дивиденды, но так как рынок меняется, этих, на самом деле полтора миллиона не это. Вот, алло, Евгений, квартиру возьми, квартиру взял, полтора миллиона. Ну да, да. Ну и все. И я четко принимаю решение, то есть мы проговорили, что мы не двигаемся с моей супругой вместе, она развивает свое направление, а я должен поменять свою деятельность. Я четко принимаю решение, и как раз на 5 июня 17-го года, это воскресенье, выпадает вебинар, который ко мне залетел с контакта. У нас по времени, вы-то здесь кайфуете, да? Ну да, у нас московское время. 20 часов времени присоединяйтесь легко, у нас уже 23, а у кого-то кто дальше до востока, там еще больше. И в конечном итоге такой вебинарчик-то был, он закончился, что-то полтретьего, что-то. Заряженный же. Да, заряженный, и я на адреналине такой, думаю, блин, мое, я ложусь спать, не могу уснуть. Это то самое предпринимательское жжение внутри, да? Да, 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 вот. Я, получается, утром встаю в 7 часов, то есть я лег, там, полтретьего, да, встаю, или там в 3, я не важно, встаю в 7, наушники, а я в Омске живу на Экстерской набережной, наушники, чик-спорт, и я просто бегаю полтора часа по набережной, меня колбасит, у меня даже сейчас мурашки, просто вспоминаю это, погружаюсь в это состояние, все это то, что я буду делать. Именно 5 июня я принял решение, что я избавляюсь от всего, жгу мосты, и я продал все свои ломбарды, ну там в течение двух или трех месяцев. Понятно, что так как был минус, я закрыл все самые тяжелые моменты, которые смог, объявил супруге, что да, я начинаю учиться, спасибо ей большое, что она меня поддержала. Лукавить не буду, сегодня расскажу, честно, у меня не было денег на обучение. Я занял 35 тысяч, занял у своего друга, Андрей Чуликов, москвич, спасибо тебе, ты еще об этом не знаешь. Андрюха, спасибо тебе, подарил нам соратника, там соратника подарил. Потом в процессе обучения нужно было купить и ЦП, а у нас проблемы с ЦП в Омске, то есть была рекомендована, я не помню как. Компания Infotex. А у нас ее нет в Омске, вот, я сначала планировал в Новосибирске, но так как нужно давать домашку там всех а-та-та, в общем, я принял решение, что я приеду, сделаю в другой компании, я сделал ее, а опять же сделал, 12 тысяч рублей, никак не 7, не 8, а мне потребовалось для этого 12 тысяч рублей, у меня их не было, я их занял у своего товарища Дмитрия Бондаренко, за что тоже отдельное спасибо. Диман, тебе тоже огромное спасибо. Диман, это наш тоже партнер из Омска. Из Новосибирска, из Новосибирска. Да, я извиняю Диму. Он занял мне 12 тысяч рублей, и я сделал ЭЦП. А ты Диме рассказывал, на что тебе там и так далее? Я не рассказывал. Сказал, Диман, мне нужна 12-ка, да? Но потом ты его все-таки подтянул к нам. Ну, не скажу, что я подтянул, просто он узнал, что я занимаюсь этим, да, отучился и так далее. А он, оказывается, в тот момент у нас в Омске 3 месяца прожил и тоже занимался ликвидацией имущества банкрота, я думаю, вы слышали, есть такой мостовик, да, у нас? Был. Знаменитый мостовик. И он, получается, то ли с мостовика, но, скорее всего, с мостовика, и они там с товарищем продавали оборудование по производству пластиковых окон. И он очень хорошо заработал и понимает, что это жило, и каким-то образом у нас состоялся разговор, говорит, Женя, так и так, расскажи, я перевел на вас, дал ссылку на АБА, он отучился и вперед. Так, хорошо, с Димой решили, давай продолжаем мысль. Купил ЭЦП. Купил ЭЦП, начал учиться, обучение у нас, у меня заканчивалось в начале августа. И уже к моменту, когда я заканчивал обучение, я не совершил там никаких сделок, этого не было. Я для себя поставил цель, я жгу мосты, то есть я все продал, я буду заниматься, я для себя принял решение, что буду заниматься только аукционами по банкротству и все. У меня задней не было, только вперед. Слушай, Женя, у меня к тебе вопрос. Давай. Сколько тебе лет? Мне 42 на сегодняшний день. 42. И ты тогда в 40 лет принял такое решение. Вновь сжечь мосты. Вновь сжечь мосты в 40 лет, это многого стоит. В 30 лет. В 30 лет люди не могут сделать это первый шаг. В 18, в 20, ты прям… Если будет речь дальше, я скажу, почему я это сделал. На самом деле, если чего-то добиваться, это мои мысли, я так думаю, то никогда не поздно учиться чему-то, тренироваться, двигаться. Ты реально пример для многих людей, кстати. Возможно, дай бог, я буду полезен. Сейчас тебя кто-то слышит, чьи-то уши, да услышат тебя очень сильно. Сейчас… Вы знаете, вчера буквально или позавчера залетела обратная связь. Помните, я написал отзыв? Первый отзыв. Да, да, да. Добрый день, дорогие друзья. Зовут меня Евгений Лесков. Хочу сказать огромное спасибо нашим наставникам. Это Павлу Куксенко и Давиду Рязаеву. Выложил. И мне позавчера позвонил человек, абсолютно сторонний. Позвонил прям. Он, кстати, прилетит. Мы общаемся, я там несколько раз ему помогал. Антон, фамилия… Я не знаю, фамилия с Нижнего Новгорода. Все, я понял за кого-то, да. Я с ним недавно тоже познакомился в Сочи на мастер-классах. Вот. И он после Сочи, после мастер-класса у него звонит Женя, наслышан. И такого уважения. Хотя, ну… Я считаю, что я еще особенное не делаю. Ну, к результатам мы еще придем. Расскажи, с какими сложностями ты столкнулся на обучении? И как раз таки расскажи, что понравилось. Где самое бывало? Вот. Самая сложность. Вы сейчас… Да. Я сейчас говорю там… Я просто… На самом деле… Нет. Я просто помню, как мы с тобой часто были ВКонтакте. И как это тебе давало сложно. Я это помню. Ты прав, ты прав абсолютно. А расскажи из первых уст, так сказать. То, что в 40 лет мне далось очень сложно, так это… Может, для кого-то смешно будет. Научиться заново работать на компьютере. Я и так с ним на «вы», да. А тут нужно делать таблицы в Word, в Excel и так далее. Никто меня никогда этому не учил. В деревне, откуда я родом, там у нас вообще были компьютеры на системе Basic. Загружались через аудиокассету. То есть… И я, на самом деле, себе первый ноутбук купил там, я не знаю, лет в 28, наверное. То есть, ну, я достаточно такой пользователь. Махровый. Да. Вот. Ну и здесь получилось. Вот для меня вот эти домашки… Я уже даже супруге говорил. Я говорю, Яну, я говорю, за все время моей жизни, я говорю, это один из самых тяжелых моментов в плане нагрузки на мозг мой. То есть, я, наверное, последний раз так напрягался, когда я учился в колледже или там в школе там восьмой класс. В общем, ты атрофировался, да, к такого рода задачам? Да. В Кукуле учится там четыре года, а у нас как бы два месяца. Ну, я хочу сказать, что я был рад этому. Я спал, врать не буду, я спал в сутки там по три, по четыре, по пять часов, потому что я не мог. Нужно сдать домашку. У меня там Ирина подгоняет, типа, если не сдашь, там туда-сюда, а мне это надо делать. Ещё же ребёнок, ещё работа и так далее. Там просто, конечно, я там на зомби был похож. Слушай, а сколько раз опускались руки, вот ты прям были такие мысли, что всё? Вообще, это не ж руки на тему. Не раз. Я его характер сразу понял. Мужчина. Я не ждал, что он… Вот это точно я знал, руки не опустят. Ну, и как ты преодолел вот именно вот эту работу с компьютером? Как ты его победил, расскажи. Как ты его выиграл? С некоторых пор я к трудно с ним отношусь так, что если трудно, значит, блин, надо. Вот именно там. Это выход за рамки, ну, сейчас много об этом говорят, выход за рамки комфорта и так далее. Из зоны комфорта. Из зоны комфорта, да. В стиле успешного успеха. Нужен какой-то прям триггер жёсткий такой. Нужно выйти из зоны комфорта. Я сегодня, на самом деле, смеюсь, вот у меня ребята работают, и Женя, как это сделать? Я говорю, чё, обалдели что ли? Они моложе меня там, по 23 года два парня у меня работают, да, и я просто им уже показываю. Для меня это орешки. Но на тот момент, когда я учился, ну, прям очень тяжело было, на самом деле. Так, и заканчиваешь ты учёбу? Заканчиваю учёбу, и Константин мне звонит. Жильцов, да, ваш Константин говорит. Специалист по железякам. Женя там, лотос, ба-бам, мостовик. Ну, я, естественно, с просёртыми объятиями, потому что для меня опыт езжу, осмотры и так далее, и вот. У нас тогда ничего не получилось, но я две недели очень плотно проработал. Но я познакомился с людьми, нашёл объекты, которые были в торгах, но их никому не показывали. Даже так? Да. Такое встречается. А это законно вообще? Конечно, нет. В силу закона 127-го, он простый. Да, это незаконно. То есть, они обязаны предоставить возможность показать нам имущество. А я помню момент такой, когда я сбивал тебе корону. Я ещё об этом говорил. Слух, она у тебя была, и не краснейшая Жека. Нет, ты расскажи, я вспомню с удовольствием. Ты не помнишь, да, о чём речь идёт? Мы ещё не дошли до Жениного прошлого. Женя выходить из войск специального назначения. И, очевидно, это где-то добавило ему плюс 100 к духу, скажем так. Когда мы в рамках домашнего задания выкупали тестовые торги. Задача была выкупить холодильник, ведро, пол кровати или прищепки для сушки одежды и так далее. Женя стал убеждать, что на котятах в жизни он натренировался уже. И не надо меня сейчас лечить, я буду работать сразу по хорошим объектам. И в итоге он на одном, даже на котятах ты где-то там промахнулся, что-то пошло не так. Я сказал, Женя будь, пожалуйста, повнимательнее, сними корону. Ты стал меня убеждать, что никакой короны-то и нет. Мы тогда не о пафосе каком-то говорили, а о том, что услышь наставника, не просто так говорится это и так далее. И потом эта татуировка у тебя появилась в виде прямо такого серьёзного клейма в районе груди где-то, в районе сердца. У нас просто Паша специалист по сбиванию корон, он так с вертушки их снимает. У меня это неплохо получается. Очевидно, что мы тогда попали в цель, хорошо. Так, ну закончилась учёба, прошёл тестовые торги, попал в чат победителей. Да, написал отзыв. Легендарный. Я, кстати, часто пересматриваю этот отзыв, он настолько искренний. Настоящий. Да, настоящий. Я не знал на тот момент, сколько тебе было лет. Но из твоей картины мира, ты когда писал отзыв, то, что мы даём, это как бы в твоём понимании это было как-то неправильно. А на самом деле мы делились искренне своим опытом, своими знаниями для того, чтобы ты в итоге стал тем, кем стал, то есть нашим партнёром. Теперь ты понимаешь? Я это понимаю. Почему мы тогда это делали? Нет, я понимаю. И когда я писал этот отзыв, я не зря, если ты помнишь, буквально несколько дней назад две разные надписи. Да. Благодарю за возможность, которую для меня открыли, и за знания, которыми ты поделился. Да. Потому что я, как человек, у которого бизнес там с 90-х годов, да, я на самом деле работал на государство всего лишь в двух конторах. После армии я работал в частной охране немножко. И в ментовке. И в ментовке. Да. И, к слову говоря, про те надписи, которые Евгений нам сделал с Павлом очень крутой подарок. Даже два? Да. Кожаные портфели, ручной работы. У меня вот в таком цвете. У Павла в таком, в его любимом цвете. А ты, кстати, первый из партнеров, кто нам дарит вот такие вот крутые подарки. Дарили до этого к нам картины, там элитный алкоголь, но это вот прям ценно. Торты дарили. Спасибо тебе. Спасибо тебе еще раз, да. Так, ну мы остановились на чем. Вот когда я писал видеоотзыв, да, я писал на эмоциях, и я на самом деле эмоциональный человек. Вот, с некоторых пор контролирую, потому что мои эмоции иногда выходят с зарабки. Ну это старость уже была. Старость, да. У меня супруга тоже так говорит. Хотя, говорит, ты вечно молодой. Вот. Поэтому, когда писал видеоотзыв, я действительно понимал, как человек, у которого большую часть жизни бизнес свой, да, я понимаю, что вот эти деньги, которые я вложил в обучение, ну это маленькие деньги. Это маленькие. Это копейки. Копейки по сравнению с тем, какие знания вы даете. Потому что я сразу себя переложил на ту работу, что нужно делать. И понимаю, если бы я сам шел своими шагами, да, я на это не знаю, сколько бы времени потратил. Поэтому эти лайфхаки, они, блин, многого стоят. Я помню, у тебя долго не получалось дойти до результата. Ты получал бесценный опыт, делал осмотры по просьбе партнеров. Сам. Все зарабатывали, кроме тебя. Я помню этот момент. У меня, кстати, такой же был момент, когда я начинал, да. У тебя месяца два или три, да, не получалось? Или больше? Ну вот я сейчас, если посчитать, в августе закончил. Август прошел с нулем. Сентябрь практически с нулем. И по воле случая лайфхаки, они залетают, да. По воле случая мне позвонил парень или написал, тоже из НААПа, но он почему-то не доучился. С Саратской или Саратов, не знаю, с какого города. И он говорит, Евгений, у вас там по прямым контрактам в Омске реализуются кучу всего. Скидывает ссылочку, говорит, единственный минус, там нужно заявку занести письменной и положить его. Вот. Я залажу, смотрю, изучаю. Обанкротился банк, Мировбанк. И там всякие, всячины там, столы, счетные машинки, компьютеры там. Ну все, что это. Ну я, так как у меня был ломбардный бизнес, да, я сразу прочитал, по чем можно было бы забрать мониторы, там, ты-ты-ты-ты. Ну и когда я увидел, что там единиц несколько тысяч, я думал, ах, шиканем. Сейчас пошла жара. Ценник уронил в пол, но неважно, я выиграл 13, по-моему, лотов в общей сложности на 13 тысяч рублей. Но не каждый лот там самый маленький, там, по 300 рублей, грубо говоря, и заканчиваю. Забрал это имущество, это было мое первое выигранное по прямым контрактам, но там все равно тоже выигрываешь. Ну конечно. Оказывается, есть система по прямым контрактам. Вместе такая, да. Вот. Я забрал это и потом целый месяц продавал. А что, купил компьютеры? Я купил мониторы, веб-камеру купил, купил счетных машинок несколько разных, счетные для денег. Ну и я тоже с них начинал. Вот именно с них. И много всякой мелочевки, которую я потом продавал в течение месяца, полутора, но я потом посчитал, то есть я умножил на 200 процентов. На 200 процентов. Отлично. Это мелочевка и это были те деньги, которые, да, заправить машину, покушать там, еще что-то вот такое. Ну вот, у нас многие партнеры делают большую ошибку, то что они сразу лезут в большие чеки. То есть когда ты еще не заработал там хотя бы на тысяч пятьдесят там или сто, они уже хотят там ворочать миллионами, продавать торговые центры. Вот это ошибка. То есть нужно с малого начинать. Вот ты как раз таки подтвердил своим опытом. Окей, прямые контракты. Какая была первая серьезная сделка? Давай поговорим на эту тему. Как ты вообще туда подобрался? Первая серьезная сделка произошла у нас. Это декабрь был? Это был декабрь. Произошла у нас с моим товарищем Дмитрием Бондаренко, о котором я уже упоминал. Он отучился как раз. И у нас в Омске вылез интересный лот. Полностью завод по производству пластиковых окон. Это как раз тема Дмитрия, потому что он более 15 лет в прямых продажах. Он занимался профилем, работал в международных компаниях. И у него, конечно, с этим все в порядке. Плюс оборудование там более 24 единиц. И я как-то Дмитрию звоню и говорю, Дим, давай отработаем. А когда мы копнули глубже, выяснили, что у этого должника 10 земельных участков в шикарнейшем месте. У него офисное помещение в центре Омска было с евроремонтом. Кстати, это тот самый главный лот, на который мы заработали комиссию. И так далее. Очень много всего было. Цикл сделки был 3 недели. Дима приехал в Омск. Мы осмотрели все лоты буквально за день. Приняли решение, что один будем выкупать за свои деньги. Как раз земельные участки. Но хотели на последнем этапе с небольшой дельтой. Не так, как учили, но потому что у нас не было денежных средств. А хотели поставить наценку чуть-чуть выше, не по стратегии Победы. И по стратегии Победы земельные участки ушли. Мы хотели за 360 купить, а они ушли за 500. Но это смешная цена, потому что они были размежеваны. Газ, свет, территория огорожена. То есть там человек, который выкупил. Каждый земельный участок по 50 тысяч рублей. Покупайте землю, земли больше не будет. Да, да, да. И мы зацепились за этот объект. Давай поподробнее про этот объект. Опиши его. У нас в центре Омска есть торговый офисный комплекс. Миллениум называется. Он находится прямо в сердце города Омска. И в этом здании находилось 860 метров квадратных офисных помещений. На седьмом этаже и на шестом. На седьмом было 560. Очень классный евроремонт. Мы туда зашли. С Димой просто вау. Эту мебель забрать себе, туда-сюда. Потому что мебель отдельная тоже. Такой бы офис, в таком бы работать. А там именно офисные помещения? В этом помещении сидел банк того банкрота. Свой личный банк. Серьезная контора. Я не буду об этом банкроте говорить. Ну да. Лучше не стоит. У него в этом помещении сидел весь офис банка. А шестой этаж, там было 2 помещения по 100 с лишним квадратом. Группа говорит по 152. И тоже с евроремонтом. Это все продавалось единым лотом. Это все продавалось единым лотом. Скажем так, это сыграло большой плюс. Ну и соответственно провели осмотр, как учили. Выложили сразу на мониторинг. Причем выбрали стратегию. На одном сайте на МЛСН выкладываю я. На другом Дима. Создаем себе искусственную конкуренцию. Потому что люди, когда начинают прозвание. Они в любом случае прозванивают всех, кто предлагают. Делают предложение. Одно и то же предложение. И Дима, как профессионал в продажах, он зацепил клиента. Сам находясь в Новосибирске, он зацепил клиента. Но здесь, вот я даже аналогию со второй сделкой провожу. Имеет место быть в нужное время, в нужном месте. То есть мы успели зацепить. И заслуга Димина. Он сделал основную работу в плане доведения сделки до ключа. Он его зацепил. Он нашел ключевые моменты. Как до него достучаться. И соответственно мы действительно нашли человека, которому нужно было это помещение. Он, оказывается, много времени уже искал именно под свой. У него какая-то печатная компания. Очень большая, крупная. У него там штат более 150 человек. Которых нужно было посадить в офис. А здесь мы предложили ту цену. В том, что уже с отделкой, это было на 50% ниже рынка. То есть мы мониторили помещение под отделку. В Миллениуме продавались по 38 тысяч за квадрат. Если здесь приобретали, то у нас получалось 21-22 тысячи за квадрат. Шикарно. Шикарно. С евро ремонтом. Ничего не нужно. То есть там вложения. Все коммуникации, все есть. Интернет, все заведено. У тебя аукционы по банкротству. Какая была начальная цена этого лота? И по какой цене вы его зацепили на торгах? На публичке первоначальная цена была более 42 миллионов. Мы были единственными с нашей заявкой, потому что мы знали, что если провалиться на этап ниже, то конкуренция будет очень высокая. То есть вы забрали на первом этапе, грубо говоря? Нет, мы забрали на этапе в 19 миллионов. В 19. То есть такой классный объект, с 42 упал до 19. Еще и одна заявка. Еще и одна заявка, да? Там каждые три дня цена падала на 3 миллиона. Я к чему делаю такие сравнения? Потому что нам часто говорят, что на коммерческую недвижимость, в торгах, конкуренция. На самом деле нет. Все просто лезут в топовые регионы. Москва, Питер, естественно, там следят за этими лотами. А если брать регионы? Омск. Мы в Оренбурге классные. Все 85. Классные. Оренбург, в Пензе, в Самаре классные лоты. Где там еще урдал? Да. Полно где. В общем, мониторите регионы. Опиши, пожалуйста, вот этот вот момент заключения сделки. Я помню, вы волновались, вы часто звонили мне, Павлу, консультировались. Я проверял документы перед подачей, помню. Да, да, да. Дима мне пишет еще, говорит, первый раз подаем заявку. Я говорю, для первого раза не многовато ли? Он говорит, нормально, зато сколько экономим человеку. Я про комиссию не спрашивал, правда, сколько вам заплатить. Но он документы все перепроверил, все там мы наладили, все было ровно. По итогу ставка сыграла. Дима мне пишет, все круто, братан, спасибо. И я помню вот эту вот фотографию, где вы вдвоем в обнимочку с двумя рюмочками виски. Я тонкости не буду все рассказывать, потому что были еще ряд лиц задействованы для того, чтобы сделка состоялась. Ну, как бы смысл. Да, смысл. Ну, дело в том, что на сделку мы пришли с Дмитрием вдвоем. Все переговоры он ввел один, но на сделку мы пришли вдвоем. Кстати, подписывали в этом офисе, который мы его купили, в кабинете директора. Класс. И рассчитывались там? Класс. Они до последнего не отдавали нам деньги. Помню, мы сидим за столом, а там решающим лицом был отец того парня, на которого мы покупали это имущество. А он такой бывший военный, лысый, злой такой, прям дядька. И в один из моментов он задает вопрос, а вот где выписки, а что это? Понятно, что мы с Димой волновались, да? Я вставляю свое слово, да все в порядке, сейчас я вам покажу выписки и так далее. И он такой на дневниках, а вы кто такой вообще? Меня прямо так спросил. Я говорю, я партнер Дмитрия. Тык-тык-тык-тык. Бам-бам-бам. Разложили все. И он уже вроде как успокоился. Мы тут же сделали онлайн. Раз-раз-раз все показали. Они проверили. Ну, сделка у нас больше часа была. Мы были на дневниках. Отдадут, не отдадут. Сумма не маленькая. Мы сейчас до суммы еще даем. И подстраховаться все-таки, конечно, я бы не оставил Дмитрия, но это в любом случае. И после того, когда мы подписали и выложили нашу комиссию, конечно, выдохнули. Ну, назови сумму комиссии. Дима попросил 10% сделки от суммы выкупа. От 19 миллионов это миллион девятьсот. Это прям топчик. На тот момент это был рекорд в нашей сети миллион девятьсот с одной сделки. Мы с Павлом делали полтора. И тут Евгений с Димой нас обошли на повороте. Скажем так, Дима. Наши же последователи обошли нас. Это было круто. А помнишь момент, Жак, когда ты мне говорил, что, блин, такая перти. Тут у меня Омск, этот серый, тут ничего нет. Никаких проектов. Да, да, да. Тут не заработают. Тут вообще нереально заработают. Я в Новосибирск буду. Переезжать буду в Новосибирск. И давай сейчас сразу продолжим. Как потом у тебя? Что дальше вы стали делать? Получили вот этот 1,9. Да. Короны опять могли возрасти. Как так произошло, что короны не выросли? Что не остановилось? И мне интересно, на что были потрачены эти деньги. Ну, вот так вот, в двух словах рассказать. Куда, какие кабаки? Купил, наверное, пистолет Суприма и стреляет, начал там, да. Нет, нет, нет. Мы, на самом деле, на стресняках сразу с Димой спустились вниз. Пошли ко мне, я там рядом живу. Вот, пешком пошли. Зашли в шашлычку, не кушали целый день. Мы сразу берем все с собой, приходим ко мне домой. У меня стояла запасенная бутылочка Ballant Ice. Я, как сейчас помню, на фотке была. Да, да, да. И мы просто сняли стресс, мы реально разгрузились. Мы ее быстренько очень выпили, потому что, ну, действительно, стрессовая ситуация была. Ну, для меня, по крайней мере, я себя напряженным чувствовал. А вечером у нас была встреча как раз с тем человеком, с инвестором, который у нас купил этот объект, чтобы более ближе сблизиться. Что мы, собственно говоря, сделали. Да, 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 да. То есть мы потом поехали в ресторан уже на веселе, приехали домой. Ну, в общем… Классно. Все нормально все было. Все было нормально. То есть вы за этот вечер, да, миллион девятьсот посадили? Я правильно понял? Где можно вот в Омске миллион девятьсот потратить, а? Не знаю. Есть какие места там? Слушай, я насколько знаю, Омск является там городом-банкротом, да? Да, да, да. Можно за миллион девятьсот было его выкупить. Окей, пошли вы в ресторан, отдохнули, пришли в чувство спокойствия. Все, релакс, релакс. Как ты себя отблагодарил за эту сделку, за эту работу? Я первое, что я сделал, самое первое. Мы как раз сделку совершили перед Новым годом, 26 декабря. 27 или 28, или 28… 29 вас насчитали? Да, и получается, я сразу купил себе годовой абонемент. Ты банкрота, ты попрофи. То есть у тебя фляжку вообще оторвало? Нет, фляжка не оторвало, я просто понял, что… Нет, то в плане хотелось… Да, это тот инструмент, который экономит время. Время – это моя жизнь, поэтому… И я ни грамма не жалею, и второй год я тоже так же продлил. Вот, но я себе с этой сделки купил крутой ноутбук. Супер. Я тебе рекомендую брать за правило, если ты закрываешь какую-то крупную сделку, ты должен себя отблагодарить. А теперь я знаю это, кстати. Да. Я параллельно учусь. Растут, то есть я понимаю, что себя надо благодарить. Да, благодари себя. Вот, не знаю, покупай себе там гаджеты, и ты просто будешь смотреть и вспоминай, да. Вот, этот гаджет я заработал за такую-то услугу. Это будет еще больше мотивировать, расти там и так далее. Ну, это во всяком случае у меня работает, у Павла работает, у наших партнеров работает. И у тебя тоже будет работать. Согласен. Окей. Миллион девятьсот заработали. Начал работать сразу же на следующий день, опять же пошел по пятишаговой системе, мониторинг, проверинг. Я ни в коем случае не останавливался. Сразу вперед мы с Димой начали двигаться, а у нас там еще несколько объектов интересных повылазило по пятишаговой системе. Мы нашли инвестора, но у инвестора было мало денег. У нас был объект, есть такой торговый комплекс, торговый офисный комплекс на Гагарина. Мы его вне глаз называем Панорама, потому что у него на верхнем этаже ресторан Панорама. И это достаточно новое такое здание и пользуется спросом. Ну, теперь я знаю, что это косвенно. Там очень нехорошая находится компания обслуживающая, которая втридорога обдирает местных арендаторов. Ну, то есть это тонкости, это тонкости, это мы уже позже выяснили. Мы нашли инвестора на помещении 260 квадратов практически сразу в январе. Там только начали работать после праздников. Хотя для меня праздники показались настолько длинными, что я хочу работать. Так, так, банки 9 дней не работают. Вот. И инвестор к нам пришел с предложения в 3,5 миллиона. В конечном итоге на момент подачи заявки он готов был уже 6,5 вложить. Но мы здесь комиссию попросили 500 тысяч. Там оказались знакомые через знакомых и так далее. Мы договорились. Но я понимал, что этих денег будет недостаточно, чтобы выиграть торги. И это помещение шло за 7,200. А вы какую ставку давали? 6,500 с копейками. Ну, как учили дробно. Ну, я понял, да. Обманывая даже 6,800. То есть как раз на нашу комиссию, которую он нам должен был выплатить, мы проиграли торги. Мне это не обидно ни в коем случае. То есть это понимает, что нужно было идти дальше. И мы убедились, что стратегия действует. То есть мы мыслили правильно и делали правильные вещи. То есть, по сути дела, математически некоторые вещи по вашей 5 шаговой системе, их можно просчитывать. И по воронке продаж. И по воронке продаж. Все как в восьмом уроке. Оно это работает. Да, да, да. Оно все родилось из практики. Да, и подтверждено нашим опытом, партнерами. Это очень ценно. Это самоценно, я считаю. Некоторые люди обзывают теоретиками. Ну, то есть там хейтеры там что-то пишут и так далее. Все теория там голая вообще абсолютно. Что это все не работает, полная чушь. Уважаемые коллеги, не хочу лишнее говорить, но вот он живой из Омска. Да, да. Так, и давай мы перенесемся к следующей сделке, которую ты выиграл. Какие у тебя были выигранные сделки вот после вот этой вот комиссии в миллион девятьсот? Какая была следующая комиссия? На самом деле не было больших, по крайней мере я… Ну, давай разберемся. Давай разберемся, что такое большое, что такое маленькое. После миллиона девятьсот сто тысяч для тебя не деньги, это понятно. Потому что сейчас о разном говорится с людьми, которые тебя сейчас смотрят. Ну, кстати, да. Я же помню, ты мне рассказывал, там 100 залетело, там 130 залетело. Давай. Давай, давай. Все рассказывай. В общем, я не знаю у кого как, но я вот второй год отслеживаю, есть все-таки некая сезона в этом бизнесе. То есть она вот у меня на второй год прослеживается, что январь, февраль, март – это достаточно такие тихие или тухлые месяца. Подтверждаю, есть. Вот. Потому что, ну, у нас в Сибири все спят, грубо говоря. Это даже, знаешь, Жень, вообще не с регионом связано. Это общая тенденция в экономике страны. Да. Потому что в декабре все сливают деньги, ищут кэш, январь, февраль раскачиваются, сделки только-только какие-то затеваются. К марту деньги появляются у людей, они в марте, ближе к концу причем, начинают их тратить. Да, да. Вот сегодня какое число? Сегодня 1 апреля мы снимаемся, вот я прям могу твердо сказать, что движуха началась где-то недели-полторы назад. Я с тобой абсолютно согласен, у меня парни тоже там плакали, а что там, как зарабатывать? Все плохо, я говорю, ребят, подождите, у нас есть ряд, причем у нас было выкуплено ряд лотов до Нового года, да, и мы их не успели реализовать до Нового года по ряду причин. И они у нас переросли сюда, и мы сейчас не можем продавать. Но такая интересная тенденция, прям вот буквально последние полторы-две недели все прям стало прям потихоньку. Ну, да, то есть уже пошло-поехало. Да, пошло-поехало. Давай, какие были комиссии еще, какие сделки, вот именно конкретно, какой лот купили, какую комиссию получили, и вот так вот подберемся к твоей второй мегазделке. Я потихоньку вел Омск, мы еще с Дмитрием работали вместе по Новосибирску. По Москве. По Москве, да, вот, старался по Москве работать и параллельно вел Омск. Но я не упирался в недвижку, хотя понимал, что там самые высокие комиссии, потому что деньги нужны здесь и сейчас, а основную сумму, вы меня спрашивали, куда я потратил, я закрыл большую часть долгов, которые мне прилетели, остались у меня с ломбарда. Моя первая сделка была, я выкупил два КамАЗа под инвестора, выкупил ниже рынка, ну, тысяч на 200, наверное, каждый. Взял комиссию за каждый по полтиннику, то есть сотка. Для меня это, конечно, были уже, а, там, после миллиона 900 не очень, но, как я сейчас понимаю, это очень нужные деньги, очень нужные. Какие зарплаты в городе Омске, вот, среднестатистические? У нас есть люди, которые работают и за 15, и за 10 тысяч рублей. То есть, и тебе прилетела соточка, и ты такой думаешь, как-то... Апетиты тогда растут. Да, у тебя зарплата, как у мэра Омска, да? Вот такая вот профессия аукционного брокера. Вот, и получается, потихоньку, помаленьку, я совершенно случайно, опять же, случайно если не случайно, выхожу на предприятие, нефтехимовтоматика обанкротилась, и я успел вовремя. Причем залетела информация абсолютно со стороны. Звонит мне мой друг, Сашка приехал с Казахстана. Вот, а говорю, что приехал-то? Он тут станок нашел, вот, поехал выкупать. Я говорю, что за станок? Ну, там, в общем, какой-то фрезерный станок уникальный, которого он давно искал, ему для производства нужно. Он с Казахстана приехал, его купил за копейки. И когда они поехали на это предприятие, мне этот товарищ перезвонит мой и говорит, Жень, тут оказывается много всего. Я говорю, ну-ка, ну-ка, расскажите, там, раз-раз, контактики. Дают мне контакты, я залажу в интернет, понимая, что действительно предприятие банкротилось. Сейчас вижу на Федресурсе, что есть прямые контракты и список нехилый. Вот, думаю, дай-ка я залезу. Приезжаю, знакомлюсь, все делаю профессионально. Знакомлюсь с помощником конкурсного. И он на меня прям смотрит вот такими глазами. Потому что я иду и просто там, так, это как, это как, то есть, ключевые такие. Он меня напугался, если честно. Почему? Потому что я с точки зрения юриспруденции, там, задавал правильные вопросы и делал правильные моменты. Ну, ребята, как? Это важно. Да, я говорю, а как вот можно там то-то? Он, наверное, привык с дилетантами, да, общаться? В общем, мы зашли в лабораторию. Это было предприятие по металлообработке, гальваника там и так далее. И у них была своя лаборатория для измерения длин, там, всяких параметров. Я нафотографировал приборов, выкладываю на мониторинг. Мне через два дня звонят с Москвы, отправьте. Там станочек весит 50 килограмм, но он маленький, чугунная такая штука. Сколько стоит? Смешно, 12 тысяч рублей. А рыночная? Да я не знаю даже. Я просто залез, смотрю, там, 18 тысяч рублей их продают. Я поставил 15, два-три дня звонка нету, я чуть-чуть опускаю. Мне сразу звонок залетает. За 12 отдашь? Я говорю, ну конечно отдам. Выкупаю этот станочек, сразу еду его в СДЭК, отправляю. А отправку за счет клиента ты делал? Конечно. Ну конечно же. Конечно. 50 килограмм. И все, из этого пошли очень серьезные у меня продажи. Ну, может быть так звучит серьезные, да? Вот. Продажи по прямым контрактам. Я стал продавать станки по металлопроботке, фризерные, токарные, там, кучу. То есть я выбрал список, посмотрел, что самое интересное. Я помню, ты прислал. Да, но в этом списке вот интересная у меня отложилась комиссия, которую я заработал, я вообще не ожидал. Она просто взяла и упала. Причем, кстати, как работал, да, сейчас расскажу, как работал. Я, как правило, не тратил своих денег. То есть у меня был материал, я выложил мониторинг, искал клиента, клиент нашелся, я еду, договариваюсь, он заказывает машину, либо я помогаю, уже работал с логистами. Гружу, все снимаю на видео, вот машина такая-то, такая-то, готовлю документы. Говорю, все, отправляйте деньги. Мне загоняют деньги на карту, я тут же еду в банкомат, снимаю разницу, отдаю, а остальное остается у меня. Не тратил деньги вообще. Ну, как истинный брокер. Как брокер, да. Это вообще клевое ощущение. И там был в списке один такой станок, как сейчас помню, вальцы 320-й. Они так называются, вальцы. Для чего они нужны, я не знаю. И я помню, что у меня в голове-то крутилось, где он стоит, а я захожу, на нем стоит цветочек. Вы знаете, как в советские времена, короче, в этих были… Видать, столяр любил цветочки эти, да? Прямо на нем стоит цветочек. А я его когда отфотографировал, он так задвинут был. И я понимаю, что когда уже повторно пришел, чтобы человек отправить фотографии, вот я вижу, он просто в идеале. Он там 70 лохматого года, 79-го, что ли. Но он в идеале, но мы практически не работали. И я нахожу просто клиента, буквально, а делал как? То есть я мониторю, да, смотрю, ага, у него рынок там 160. Я ставлю 150, выкладываю. Я даже в список не смотрел, сколько он стоит. Через два дня нахожу клиента, пока он искал деньги, у него не было налога. Девушка с Питера звонит, они давай между собой в цене бороться. А я такой прикидываю, что все станочки стартовали с цены в 95 тысяч рублей. И каждые 10 дней, не 5, не неделя, а каждые 10 дней цена падала на 10%. И я так прикидываю, ну думаю, если 95 я его куплю, там 130 продам, за три дня заработать 35 тысяч неплохо, да? Ну, соответственно, нахожу гораздо быстрее, продаю за 140 его, отправляю. Мне прилетают деньги на карту, я приезжаю рассчитываться в бухгалтерию, поднимаясь в это предприятие, мне открывают список, с вас 35 тысяч рублей. У меня просто остается сотка в кармане, я такой думаю, я такой думаю, обалдеть. Класс, класс. То есть, вот здесь, и... Пластика. Да, и мне повезло в том, что в этом действительно никто не понимал. Вот это прямо такой, бам, я себе заработал сотку, не прошло недели, вот это круто вообще. И многие недооценивают именно оборудование с торгов, по банкротству. Вообще оборудование не занятое. Лошматое оборудование, 70 каких-то годов, и то на расхват, да, нужно кому-то. На сегодняшний день тоже врать не буду. Вот я сегодня распечатал ДКП, я выиграл 25 марта выиграл станок 16К20 в идеале, в мостовике в том же, кстати. Мы его выкупили за 73 тысячи, и у меня уже клиент ждет почти месяц забрать его за 180. Отлично. То есть, я на этой неделе, до конца недели, я его отправлю за 180. Слушай, может дадим ему псевдоним сотник? Женя сотка. Тысячник. Какие еще такие знаменательные победы ты можешь отметить до второй серьезной победы твоей? На самом деле, ничем особо похвастаться не могу. По соточке, по соточке. Да, да, да. Ладно, давай. Я потом посчитал, что где-то, ну, минимум сотку я зарабатывал. То есть, все лето я прожил на прямых контрактах, не делая больших сделок. Единственное, у нас с Дмитрием Бодаренко была еще одна интересная сделка по Москве. Закрыли ее? Да, еще Сергей Жарков у нас был в команде. Это тот самый знаменитый, да, Сергей Жарков? Да, да, да. И он получается Сергей из Москвы, я из Омска, Дмитрий из Новосибирска. Дмитрий продавал. Он в большей степени эту сделку закрывал. Понятно, что при участии Сергея и частично меня, то есть, у меня там своя задача была. Какой лот, какая комиссия? Да, мы купили на Тверской квартиру в 86 метрах квадратных. Рынок у нее был где-то 52-55. Мы купили за 30... Уже круто. 34, по-моему, или 33, и она встала... В общем, в 35 миллионов рублей она встала собственницей, она была счастлива. 15 миллионов сэкономили. Да, сэкономили очень хорошо. Ну, 15 миллионов сэкономили. 15 миллионов сэкономили. Да, да, да. Вот, хорошая сделка была у нас. А как вы клиента нашли? Нашли мы его через Авито нашли? Тоже с Тестированием, да? Через Тестирование, да? Все как ухимили. А я помню недавно, точнее не недавно, один из наших соратников, он тоже очень хорошо шпарит, у него хорошие результаты. Он меня убеждал в том, что на Авито только продаются детские коляски, резиновые сапоги и прочие домашние у твоего клиента там серьезные не вводятся. Жека, вот как раз. Давай поговорим о деньгах. О деньгах. Какая комиссия? С этой сделки миллион. Миллион. Миллион была на троих, да, то есть все было законно, мы отняли расходы. Понятно, что… Но я веду у нас. То есть мы отняли расходы, потому что они были… долгое время ездили на много осмотров, выкладываешь на мониторинг, это все деньги, звонки и так далее. По три сотни набраться. Красавчики, молодцы, да. Квартира в Москве на Тверской ниже рынка. Шикарный результат. На Тверской домов больше не становится. Там квадратный метр только дороже. Мы ввели еще одну квартиру, кстати, того должника, у которого мы выкупили имущество в Омске, у него была квартира еще в Москве на Тверской. Мы выкупили на Тверской 17, а была квартира на Тверской 15. Вот и ее у нас не получилось, потому что там была перепланировка квартира 100 квадратов в студии. Угу. 100 квадратов в студии. Опен Спайс такой, да? И, конечно, это специфическая для холостяка квартира такая, поэтому мы не нашли холостяка. Так, и давай перейдем ко второму рекорду в нашей сети брокеров. Хочу, чтобы ты рассказал поподробнее про свою вторую громкую победу, где ты побил свой же рекорд. Ну, не буду говорить, что это моя заслуга. Опять же, вернусь, наверное, к тому вопросу, что я оказался в нужном месте в нужное время. Везет тому, кто везет, друг мой. Вот здесь я соглашусь. Ты мог сидеть дома и пить чай в этот момент. Не-не-не. А ты движнячил. Я не из тех. Вот кто движнячий, того успеха настигает. А некоторые люди сидят, два раза попробовали, думают, ну все, не пойдет, значит, дальше. Нет, я прекрасно понимаю, что конкуренция высокая и… Да это не всегда. Вот у тебя сколько конкурентов на крупных объектах было? Да много. На квартире сколько? Не отследишь, конечно. Нет, ну подожди, вот на объектах где-то заработал, сколько у тебя было конкурентов? Ну, минимум два-три серьезных таких. Это минимум. Это те, которые в протоколах фигурировали, так? Ну да, наверное. То есть они одновременно с тобой заявки подавали, Конечно, конечно. То есть, ну два-три – это не много. Вот много, когда 17. Нет, ну у меня и такие были, конечно. Мне сегодня звонил конкурсный, говорит, из 56 участников вы вторые. Победитель отказался, будете брать? Вот. Я говорю, ну давайте сейчас мы подумаем, 56. А тут тоже омский мостовик. А тут два-три. Тоже омский мостовик. Тоже мостовик, да. А палубку нам хотят впарить. Не берите палубку. Я ее видел. Видел, да? Все, что касается… Алло. О, братан. Мы уже в курсе, да, что ее там не распилят, не вывезут. А два-три по стратегии победы, той, которую обучаем, это прям вообще нулевая конкурсия. Ну да, кстати, мы поучаствовали там в одном лоте и выиграл Давид Викторович Рязаев. Серьезно? Конечно, по своей стратегии купил мойку колес Майдадыр у мостовика. Это знаменитая мойка колес там. Та самая. На которой мы сказочно обогатились. Да, и внукам хватит. Да, вот. Давай по второй сделке, Жека. Вторая сделка, то есть я помимо того, что вел, ну старался вести по крайней мере крупные объекты, я еще ну и мелочевкой, прямыми контрактами занимался. То есть не чураясь, не все. Все, что касаемо города Омска, я практически знаю. Все, что касаемо денег, было в теме. Да. Ну я именно конкретно про Омск говорю. И в Омске вылез один из интересных объектов, причем я его не отслеживал раньше в интернете, да, я его вживую увидел случайно еще до повторных, даже не повторных торгов, а до публички я его увидел вживую сам. Осмотрел объект, очередной, хороший объект, там в районе цирка у нас на бульваре Победы 10 продавалось помещение коммерческое, и цена была достаточно привлекательная. Как раз такое помещение для ритейлеров, пятерочка, магнит, вот такое. Они, кстати, и выиграли этот лот. Вот, познакомился с ребятами и среди них, на смотре, среди них оказался человек, у которого когда-то, год назад я покупал чайник, свою шашлычку. Охигеть. Не поверите. Ну, это их бизнес свое направление, то есть они там несколько фуру какой-то компании выкупили именно вот эту бытовую электронику. Да, и они реализовывали. Но я не знал, что они занимаются банкротством. А здесь мы на объекте встречаемся, ты меня помнишь, Руслан? Да, конечно, помню, Евгений. Тут и ты ты, слово за слово. В общем, они приглашают меня к себе в офис. Я приезжаю к ним в офис, поднимаюсь и просто у меня глаза на лоб. Два парня, полторы тысячи квадратов евро ремонта, из-под компании айтишной, которая занималась серьезными делами в городе Омске, оказывается, работали с ФСБ. Там информация закрыта, но тем не менее. И они там сидят, как короли. Я говорю, что за помещение? Да ты что, не в курсе, оно же продается. Уже там первые торги состоялись, вторые, вот скоро будет публичка. Я долго не думаю, у меня был свой фотоаппарат, тут же сразу осмотр задел. Одним глазом, так сказать, под полы. Нет, я с ними согласовываю. Женя фотографирую, вопросов нет. Получилось полторы тысячи квадратов евро ремонта, третий этаж, четвертый этаж, полторы тысячи под ремонт, причем там уже был план согласован под надстройки мансардного этажа пятого еще в этом стане. То есть готовый пакет документов? Готовый пакет документов, да. Вообще отлично. И понятно, что вторые полторы тысячи они были не разделены, там просто заходишь, понятно, что все в таком состоянии. Голуби. Пылище. Пылище и так далее. Ну квадраты. Вот, но три тысячи квадратов в центре Омска. Смотришь в окно, течет ртыш. В центрах городов не так много квадратных метров появляется, важно понимать. Но здесь был минус в чем? То есть это была территория бывшего завода, он как-то завод Карла Маркса назывался, чем они занимались я не помню, но плюс в том, что на третьих-четвертых этажах находились станки по несколько тонн веса. И получается, что несущие конструкции этого здания, они достаточно крепкие, то есть они таких с авдепских времен, но там уже были и есть они на сегодняшний день. Хорошие рестораны там, то есть достаточно такое место раскручено. Слушай, я сегодня со слов нашего уважаемого Евгения, как бы он про Омск не говорил, я почему-то захотел туда съездить, я не был. Ну господа, welcome. Ну мы-то знаем, что welcome. Нет, ну нам между собой. Нам же предстоит там командировка в Новосип, а там Новосип и Омск рядом. 680 километров. Да, на Оленьях утром ранних, от Москвы до Питера такое же расстояние. Да, слушай, ну мне на самом деле очень понравилось то, что ты, так скажем, разнюхал вот эту всю документацию и нашел именно пачку документов под подстройку мансарды. То есть это как до цены же шла? И документы же стоят очень больших денег. Я хочу сказать, что мне отдали их лично в руки и сказали, никому. Я думаю, конечно. То есть ты мог их еще дополнительно капитализировать? Ну капитализировать вряд ли, потому что там были согласования сделаны на одного собственника, а здесь собственник менялся. Учитывая сумму комиссии, я думаю, что это норм. Сейчас к самому интересному подбирает. И как обычно выложил на мониторинг, причем на разные сайты. На тестирование, наверное. На тестирование, да. На тестирование выложил, звонков ноль-ноль-ноль-ноль. Третий шаг ты обозвал. Как он обозвал эти шаги? Тестирование. На мониторинг выложил. На мониторинг выложил. Я уезжаю. Женя, Женя, нашу авторскую технологию только что стер. Виноват исправить. Молодой, горячий. Вот. И получается, звонков не было. Понятно, что спрос зависит от цены на рынке. Ну да. Поэтому я снижал-снижал цену по мере снижения этапов. А там цена снижалась каждые три дня на три миллиона. Ох. Каждые три дня на три миллиона. Каждые три дня на три миллиона. И в один из дней, я чувствую, пошли звонки. Я стал показывать это помещение. Показал трем или четырем клиентам. Но, как правило, смотрели люди, которые хотели организовать спортивные клубы. Им нужны были большие площадя, просторные. Ну да. Причем без перегородок, без всего. По тренажерку. По тренажерку, да. Вообще шик. Но когда они понимали, что помимо тренажерки свободных полторы тысячи, еще там полторы тысячи, за которые нужно нести ответственность, то есть, ну, я чувствовал, прям чувствовал, что не было контакта с человеком. То есть, это было неким камнем преткновения. И понимая, что цена уже критичная, вот, я в очередной раз снижаю, и мне залетает звонок. Алло, Евгений, хотели бы посмотреть? Я говорю, да не вопрос, уже легко и просто. Встречаемся. Встречаемся, приходят три очень серьезных дядьки. По человеку видно, как одет, как себя ведет, себя и так далее. И мы проводили осмотр порядка двух часов. Два часа. Они даже залезли на чердак. Мы спустились вниз к собственникам на первый и второй этаж. Спустились, познакомились с собственниками первого и второго этажа. Провели с ними диалог еще, наверное, час или полтора. После этого вышли, сели в кафе обсудить увиденное для принятия решения. Но здесь была действительно критичная ситуация. Почему? Потому что если бы мы не выкупили в ближайшую неделю, то банк забрал бы это помещение к себе на баланс. Откуда это стало известно? Это мне стало известно, когда я лично познакомился с конкурсным управляющим. То есть до этого мы переписывались, запрос там т.т.т. Потом, мало того, я знал как раз помощников конкурсного гораздо ближе, через которых я, собственно, ввел диалог. Ты у которых чайник купил? Да. Те самые легендарные. Да, те самые. И я, получается, уже настал момент, когда нужно было познакомиться с конкурсным, мы встретились. И в момент, когда мы были на встрече, это была пятница, ему залетел звонок. Он поднимает трубочку, я слышу, идет диалог. Да, да, да. Это прямо при тебе было? Это прямо при мне было. То есть течение обстоятельств. Он говорит… Попал в нужное время, да? В нужное время, в нужном месте, да. И он при мне говорит, да, я готовлю документацию, вы потерпите, сейчас выходные, там, с понедельника, я вам дам обратную связь, какие у меня были расходы по содержанию этого помещения. То есть банк ввел диалог в тех рамках, чтобы конкурсно предоставил себе отчеты на расходы, на зарплаты и т.д., чтобы ему выплатить эти денежные средства, а помещение забрать себе на баланс. Ну и получается, что при мне прозвучала… Инсайдерская информация. Инсайдерская информация. И он положил трубочку и говорит, ну вот, Евгений сам слышал, то есть у меня есть на все про все, там, 3-4 дня. Я понимаю, что этапы идут и, соответственно, когда мы уже с потенциальными инвесторами сидели в кафе, обсуждали вопрос сделки, как это будет подходить вознаграждением, что вот, ну сколько тебе надо? Прям вот такое общение. Миллиона хватит. Я понимаю, что там есть миллионы. Ну и, соответственно… То есть он тебя пытался продавить по комиссии, да, грубо говоря? Они сразу задали вопрос, как это будет выглядеть и сколько мы должны будем заплатить на тот момент. Вопрос шел под ключ 49 миллионов, чтобы мы выкупили это помещение. Давай с этого момента конкретизируем. Начальная цена публичного предложения какая была? Начальная цена публичного предложения была 91 или 92 миллиона. Отрицательно. Вы когда общались, вели диалог, цена была… Цена была, вот, если бы с комиссией все удалось провести, 49 под ключ. То есть цена на публичке была… 47 с половиной, где-то вот так. Да, и ты запросил комиссию как брокера… Полтора… Нет, полтора миллиона. Полтора миллиона рублей. Ну, это была моя такая серьезная сделка, да, одна из первых, на большие деньги. И я, когда мне сказали, миллиона хватит, я говорю, нет, нет, ребят, поймите ценность. Отлично. То есть, кстати, и даже могу маленький, скажем так, лайфхак… Это важно, конечно. Да, для слушателей или телезрителей, да. Я своим партнером, кто у меня работает, всегда говорю, вы отталкиваетесь от той выгоды, которую вы несете клиенту. Сколько вы ему денег… Не от того, какая комиссия, да. Которую вы даете ему. То есть, Жень, ты молодец, что в тот момент тебя не прогнули. А так бы мог бы потерять 500, ну и плюс те бонусы, которые тебе еще доплатили, которых я знаю. Давай, продолжаем. Ну и получилось так, что мы договорились, они взяли паузу на день, говорит, Евгений, надо подумать. И здесь я в очередной раз понял, как… Пил корвалол. Как мыслят… Как мыслят… Как мыслят корвалол… Я пил позже… Как мыслят богатые люди, да. Вот. Они взяли паузу на день. У нас еще день в 12 часов дня. Мне звонит Сергей. Евгений, мы берем, что для этого надо. Супер. Все. Я, соответственно, зашевелился сразу быстро. У тебя в тот момент, когда он сказал, мы берем… Какие мысли были. Адреналин. Женя. Женя был? Да, да, да. Было такое, что весь мир перевернулся? Ну, не было такого, что весь мир, но я понял, что происходят правильные вещи. И здесь самое главное не облажаться. В общем, все сложилось так, что мы в этот же или через день, мы пришли в банк с наличкой, внесли комиссию 20%. Это 7,5 миллионов, которые у нас банк не хотел брать. Но они быстренько подтвердили наличие этих денежных средств. Задаток, коллеги. Задаток, да. И я подготовил документы. Получилось так, что я не успевал подавать заявку на этот этап, на который мы планировали. Но и мне еще повезло то, что этап выпал на выходные дни. Ну, так зачастую. Да. Пятница, суббота, воскресенье – это как раз этап, когда еще цена проваливалась на один день. Золотые этапы мы их называем. Да, да, да. Я позвонил конкурсному, спросил, были ли задатки. Я был счастлив, когда услышал, что задатков нет. Я понимаю, что я могу еще экономить 3 миллиона рублей для клиента. То есть цена была 47, упала до 43. Она упала, да, не, была 47, упала на 44. Да, 44. Отнимаем еще 3, это получается 41. Шикарный вид, как говорят в Одессе. Шикарный, да. Вот. И получилось так, что благодаря этому я экономлю. Встретился с партнерами, ну, не с партнерами, с инвесторами. С партнерами-инвесторами? Да, тире инвесторами, да. Ты же с ними продлил удовольствие? Конечно. Я им озвучил приятные вещи, за что попросил дополнительно еще денег. Конкретно давай, конкретизируем. Ну, тут же ты, мы предприниматели, про цифры. За то, что я сэкономил денег, 3 миллиона, это был разговор на предыдущем этапе, да, я попросил плюсом еще 500 тысяч. Шикарно. То есть, соответственно, не 1,5 миллиона, а 2 миллиона. И твоя уже комиссия составляла 2 миллиона рублей. 2 миллиона. Супер. Не буду говорить о расходах, но тем не менее. Об одном я жалею в этой сделке. О том, что не попросил больше. Это 100%. Тогда можно было попросить, да. Я инвесторов хороших приобрел. Да. Посмотри дальше, они будут вкладывать. Мы сейчас дружим, на самом деле, и периодически я им предлагаю разные инвестиционные проекты. Вот. Ну, получается, сделали, как учили, Давид и Павел. Сделал, как и я сделал, действительно так, как учили. Подал заявочку, она была одна единственная, и я успел запрыгнуть на последнюю ступеньку уходящего поезда. Мы действительно выигрываем. Протокол приходит в течение получаса. Я отправляю клиентам, клиенты счастливые. Ну, единственное, я был на изжоге, вот тогда я пил карвалол, когда я ждал момента до подписания ДКП уже при встрече, да. Ну, конечно. Там была неделю, неделю и гадал, отдадут они или нет. И для меня вот, причем мы подписали ДКП в офисе у конкурсного. И когда сидели в кафе, мне передали меню этого ресторана, где лежали 4 пачки по 500. Красных рублей. Да, они мне пожали руку и говорят, Женя, ты профессионал. Вот здесь вот это вот было прям. Ты красавчик, ты сделал все правильно. Я такой понимаю, да блин, это же можно делать. В очередной раз. Да, да. Пляжка засвистела. Слушай, какие ощущения, когда получаешь 2 миллиона рублей за проделанную работу? Цикл вот с момента, как выставил на Авито до момента, точнее, ну да, давай с момента, как позвонили до момента получения денег. С момента, когда позвонили в осмотр и получение денег, там прошло порядка 3 недель, 3-4 недели может быть. Но на самом деле объект этот я продавал гораздо дольше. Ну, то есть, грубо говоря, за месяц заработал 2 миллиона рублей. Да, да, да. Опиши чувство того человека, который получает 2 миллиона рублей за один объект. Опиши. Хочу еще. Хочу еще, да. Вот это самое главное ощущение, когда в руках держишь, понимаешь, блин, все делается. Это мое. Да, это мое, это правильные вещи. Стираются границы, появляется желание зарабатывать 3, 4, 5. Да, да, да. Супер. На машины уже более дорогие засматриваются. Есть такое? Конечно. Как ты себя отблагодарил? Благодаря этой сделке я наконец-то закрыл все свои основные долги. Но я отблагодарил себя и семью тем, что мы прожили в январе месяце 2019 года 3 недели в Таиланде дикарями. Шикарно. Шикарно. Моя дочь и супруга прям шикарно. Супер. Отлично. Искренне за тебя рад. Круто же. Жень, ты молодец. Да, ты рекордсмен дважды в нашей сети. Давай поговорим про перспективы данного рынка и поговорим в целом про Национальную ассоциацию аукционных брокеров. Расскажи, какие ты видишь перспективы, тренды в 2019 году на торгах по банкротству. Вы знаете. Я обязательно все рассказываю, что ты думаешь. Я понял. На какой-то части. Давайте я скажу немножко покороче. Да, я действительно хочу искренне вас еще раз поблагодарить, парни. Спасибо. Почему? Потому что на АП для меня открыли возможности, которые я вижу. И я понимаю, что возможности не заканчиваются, они только увеличиваются. Потому что в силу увеличения банкротов в Российской Федерации работы еще больше. И я понимаю, что ограничиваться одним регионом категорически не стоит. Сейчас я понимаю, что нужно масштабироваться. Это 100%. Понятно, что у меня самого не хватает одного, да. Я очень хочу отучиться на дебюторку. И есть еще ряд направлений, которые бы я хотел освоить. Бог даст, если у меня получится. Опять же, в сфере торгов по банкротству, да, то я прям с удовольствием. Дебюторка обновляется у нас. Жек, а вот спустя время, спустя вот эти круги ада, вот он, лицо несчастного человека, как раз вы видите на своих экранах. Жек, для тебя сейчас тот путь, который ты прошел вместе с ассоциацией. Что это вообще для тебя? НАП, что для тебя? Блин, это крутая организация. Если вспоминать мой первый отзыв, да, то есть действительно хочется двигаться, работать и достигать все больших-больших и быть полезными только для себя. И для социума. Для социума, да. Это самый ключевой момент. Я на самом деле вижу, как вы развиваетесь, и из разных источников понимая то, что делаете вы, это, ну, адский труд. И это прям однозначно ведет к большому будущему. И то, что вы налажите связь с государством, это тоже ключевой момент. Я хочу быть причастным к этому. Ты уже в нашей песочнице. Вот. И мне нравится то, что происходит здесь. И то, что я совершенно случайно оказался вот прям за этим сидим столом и с вами общаюсь, да, это такой тоже для меня экспириенс первый в моей жизни, но интересно. Спасибо большое. Спасибо. На самом деле, да, планы у нас грандиозные, большие. Мы сейчас осваиваем новые рынки. Мы не останавливаемся на федеральном законе 127. В Российской Федерации благо торгов много. Росимущество, муниципалка. Также мы хотим с банками начать работать. Вот. И, как ты уже сказал, мы налаживаем связь с государством. А нас пригласили в рабочую группу по внесению поправок 127-й федеральный закон. Нам с Давидом, разумеется, спустя столько времени очень приятно тебя видеть. Уже, к счастью, не первый раз воочию. Знать о том, что ты добиваешься результатов. Мы познакомились с семьями, это тоже очень ценно, Жека. Увидели, что за тобой стоят твои девочки. И так круто наблюдать за тем, как даже парень, который старше нас, у которого, казалось бы, нам нужно учиться, отучился чему-то у нас, и мы смогли дать тебе ценности. Уверен и точно зная, что этим дело не закончится, не ограничено. Безгранично рады видеть твою трансформацию за это время. Наших знаний было бы мало, если бы ты сам не шпарил, как паровоз, это точно. Мы лишь дали инструменты. И мне, и Давиду очень ценно осознавать, знать, что в нашем окружении есть такие замечательные ребята. Тебе спасибо огромное. И для всего сообщества НАП сегодня тебя будет смотреть большое количество людей. И в перспективе будут видеть тебя, твою трансформацию. Это очень ценно. И большое влияние окажет на людей. Поэтому какая-то ключевая мысль от тебя, как Ван Даммс, сейчас ты должен это сделать. Напутствие брокером НАП. Уважаемые брокеры и не брокеры компании НАП. Может быть кто-то планирует стать партнером компании НАП. Я лично о себе могу сказать, что неважно сколько вам лет. Есть ребята по 19 лет, которые делают шикарные чеки. Максим этому пример. И есть люди гораздо взрослее меня. Например, у нас есть Вольво Вячеслав. Он тоже уже человек на пенсионного возраста. Да, они тоже зарабатывают хорошие деньги. Я рекомендую ни в коем случае не останавливаться вперед-вперед, только вперед. Если у кого-то чего-то не получается, ничего страшного, если вы спросите у того, у кого это получается. Если вы хотите каких-то результатов, действительно результатов, то нужно просто брать и делать именно так, как учат по 5-шаговой системе НАП. И у вас все получится. Главное, никогда не останавливаться. Это как во всех книгах личностного роста. Вперед-вперед, только вперед. Я на самом деле и так иду. Не получается, ничего страшного. Коллеги, всем огромное спасибо. И у меня к вам вопрос. Интересно ли было смотреть подобный формат? Делать ли такое? Нужно это вам, не нужно? Те из вас, у кого есть мысли на сей счет, можете поделиться ими в комментариях. Задать любые абсолютно вопросы. Мне, Евгению, Давиду Викторовичу. Абсолютно любой вопрос в любой соцсети. Мы всегда на связи и максимально открыты для вас. Поэтому сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых выпусках. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok